Здравствуйте! Вы слушаете Радио 1. Это утреннее шоу «Время не ждёт». Как всегда, с вами Дарья Иганова и Николай Пивненко. И наш специальный новогодний проект. Да, Даша? Да, здравствуйте. И сегодня у нас человек, который наверняка привнесёт определённую радость в наш эфир. Почему? Потому что... Чего мы ждали. Да, чего мы ждали. А то, знаешь, бывает так, вот политики приходят, приходят какие-то эксперты по конкретным вопросам, а тут приходит человек-праздник. В самом лучшем смысле этого слова. Да, да. Сергей Трофимов в студии «Радио 1». Он же «Широкая масленица», встречайте. Да, привет. Здравствуйте. Ну, вот два у нас как бы, две составляющих нашего сегодняшнего интервью. Это как бы итоги такие глобальные. Мы будем намекать тебе, а ты, если захочешь, обсудишь ту или иную тему. Но начнём, наверное, с того, чем этот год прежде всего для тебя запомнился. Ну, прежде всего, успехами моих детишек. Какие успехи? Чем отличились? Во-первых, дочка у меня заняла Гнесин джаз по вокалу первую премию. Есть. Молодец. Во-вторых, сын прошёл отбор и летом едет в музыкальный лагерь Беркли в Европе устраивает. Потому что в Америке его пока побаивались отпускать всё-таки. Всего-то 14. А в Европе, пожалуйста, пусть едет, общается с барабанщиками всемирными, учится, познаёт. А он у тебя кто? Барабанщик. По барабанам. В хорошем смысле этого слова. Вместе уже чего-нибудь записали? Мы пока только монтируем студию под барабаны. Когда уже совсем всё смонтируем. Это здорово. Свой собственный барабанщик. Ну да. Ещё немножко, если поработать, то вообще можно ансамбль собрать. Это точно. Хорошо. Ну, а ещё что, кроме детей? Что интересного ещё? Кроме детишек я написал две классные совершенно песни. Вот сейчас я их скоро буду доделать. Думаю, что в новом году уже покажу. Во-вторых, вышел мой альбом посередине, который я писал очень долго. Это уже какой подсчёт у тебя? Да, я чё, мне. Да? Вот. Ну и самое главное, человечество, в общем, радует своими успехами. Потому что, к моей большой надежде, всё-таки пришли к пониманию необходимости когнитивной науки. Вот. Чего я, в общем, ждал. Поэтому, мне кажется, что у человечества есть шанс. Шанс что? Ну, выжить. Пожить ещё. Пожить. А все же говорят наоборот, что всё плохо, роботы приходят на замену. Вот в этом году, кстати, в ушедшем 17-м году, да, очень много говорилось о роботах, что 62 профессии традиционные исчезнут. Даже такой, как водитель такси может исчезнуть, придут роботы. Мир вообще, как бы, он стремительно меняется, но это не означает какого-то краха, потому что производственные отношения, конечно, претерпят какие-то изменения, но мне кажется, что мир всё больше и больше будет обращаться к самой великой тайне Вселенной, к человеческому мозгу, к его сознанию, к его работе. А вы боитесь перемен? Отнюдь. Ну, перемены же разные бывают? Вообще не боюсь. Понятно. Хорошо. Вот видите, как у нас серьёзный такой разговор начинается. Казалось бы, да, сразу такое слово. Как-то его ещё раз повтори, пожалуйста. Ничего, что мы на ответ. Да, когнитивная наука. Да, даже расшифруй для тех, кто не знает. Но это когда не специальная наука занимается какими-то явлениями, а когда к какой-то проблеме посвящено внимание нескольких наук в комплексе. Понятно. Всем понятно? Всем понятно. Идём дальше. Скажи, пожалуйста, вот те две песни, которые должны прозвучать в этом... Вообще, как сегодня художники, ну, есть такое понятие, художники-музыканты пишут альбомы? Я помню, что когда-то в 90-х годах, ну, там ещё частично в начале 2000-х, каждый должен был выпустить диск. Ну, обязательно. То есть компакт-диск, представь, хотя бы 10 песен. Кто-то должен был наскрипсти, у кого-то так легко получалось. Как сегодня пишутся песни и как создаются альбомы или форматы или программы для тебя? Для меня... Я по старинке. Я не хочу скатываться до, так сказать, профессионального написания шлягеров, потому что это вычисляется, это не музыка, мне же это неинтересно. Мне вот как вот... Что хочу. Куда шизофрении повела, да. Просто подхватил и в этом русле, да. Хорошо. Ну, а вот сколько... Ведь всё равно надо же как-то это всё, как сказать... Ну, вот песню, которую я вот сейчас, вот я её очень доволен, я её пишу уже... Ну, наверное, три года уже пишу. А что там? Что не складывается? А вот не шёл сначала текст, потом не шло... Ну, было всё не то. Потом всё то, потом не шла аранжировка. Никак не мог понять, как она должна звучать. Вот он вдруг бах, и всё. А вот этот бах, он как приходит? А это... Роган Сибастиян как приходит? А это же... Да, это не, ну это из разряда шизофрении, понимаешь, это как бы не имеет значения ни места, ни состояния, ничего. Это просто вот чпок, нейронная сеть заработала в другом режиме, и вперёд. Ну, хорошо. Давай вот о чём ещё поговорим. Начнём, наверное, с серьёзных тем, с политических, и будем от простого к сложному, и через творчество тоже будем проходить. Уже объявили в конце года, в декабре, о том, что стартует президентская кампания. У нас вроде бы как целых с начала 23 кандидата планировалось. Непонятно, сколько из них... А кампания какого года? 24-го? Нет, вот этого. А этого? Да, 18-го, который будет, 18-го марта, будут выборы. То есть 18-го декабря вступил в силу закон о том, что можно кандидату любому выдвигаться на пост президента. Вот уже несколько, 2-2 недели этот процесс идёт. Ну, то есть, грубо говоря, началась президентская кампания. Во-первых, как ты оцениваешь, почему 23 человека вообще ещё до начала этой кампании решили подать, стать кандидатами в президенты? Что, так вот хочется стать руководителем страны? Ну, ты знаешь о многих фамилиях, которые... Нет, дело в том, что я к публичной такой политике отношусь как к шоу-бизнесу, поэтому... Да. ...человек из шоу-бизнеса относится к... Ну, логично, тут логика. Ну, приходят же люди в шоу «Голос», понимаешь? Приходят, да. Ну, тут то же самое. Главное движуха, чтобы народ не скучал. И то есть хоть, чтобы кто-то твою фамилию вдруг узнал. А если немножко подзабыл, то напомните. Конечно, конечно. А вот то, что дамы так неожиданно... Я до сих пор помню вот этого Мартина Шакума. Да. Это был что-то из «Властелина колец» такой, какой-то персонаж такой. Да, он что-то там был генеральный директор чего-то. А сейчас я, конечно, за Беркову. За кого? Беркова. Ты за нее будешь голосовать? Конечно. Она трагическая актриса. Серьезная. Ну, понимаешь? Серьезная. 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 В моем возрасте после просмотров фильма с Берковой уже я обязан задуматься о судьбе главной героини. Ну, понимаешь, о ее жизни. Может, помочь чем? Скажи, а вот такая... Ну, мы же не можем пройтись. Мы должны по желтым тоже вещам. А Сапчак будет президентом? Могла бы быть в стране? Зачем ей это вообще все? Это игры какие-то? Как ты считаешь? Да я не знаю. Ну, понимаешь, я же не знаю, кто пишет сценарий. Вот когда были выдвижения Владимира Владимировича, там, конечно, было видно, что сценарий был неплохой, но актеру, конечно, пережимали. То есть это называется плюсовать. Понимаешь, как когда Владимир Владимирович раньше времени застеснялся. Он даже, мне кажется, да, так получилось, что он говорил. Ну, хорошо. Вот этот вот, да, актер, который задал вопрос тоже. Ну, в принципе, такой дешевый месячковый театр такой получился. Вот я думаю, что Ксения Сапчак более профессиональный человек, и она сумеет сделать из этого настоящее шоу. То есть она подготовилась? Ну, мне кажется, да. Во-первых, природные данные позволяют ей быть большей актрисой. И, во-вторых, она все-таки уже в масс-медиа ресурсах довольно-таки давно, и она в этом деле профессионал. А вообще какие-то новые имена в этом ушедшем 2017 году? С кем-то ты сталкивался, неважно, в политике, в экономике, в артистической среде? Какие-то новые люди, которые тебя, может быть, поразили? Или люди немножко подзабытые, которые... Нет, я открыл для себя... Чомский или Хомский, я не знаю, как правильно произносить. Это такой наш ученый, который в Америке уже давно... Да, есть так, Хомский. Ну, да, там... Да, он занимается нейролингвистикой, да, и сравнительным языкознанием. Вот я на нем торчу. А зачем тебе языкознание? А понимаешь, что я делаю? Это же мое давнишнее хобби. Я с 17 лет этим увлекаюсь. Я даже не знаю, как сказать это толком, но... Скажи, как есть. Что такое слово, почему мы говорим, почему я вообще говорю, и почему в мире есть только то, что названо. Это все языки или только русский? Началось с русского, потом пришлось изучать немного санскрит, немного аккадские языки, наречия. Ну, в общем, это сложно достаточно. Понимаете, там как бы существуют некие изначальные слова. Маркеры у всех по-разному. Там фолсум используют ячмень, как древнюю культуру, которая первая была. Но, опять же, когда что делать с индейским наречиям, у них ячменя не было, у них сразу кукуруза была. То есть там, в общем, мы сейчас идем в такие дебри, где... Тут можно часы говорить. Вот еще второе поражение сегодня. В хорошем случае слова, поражаешь ты нас своими подходами. Но как с русским языком дела обстоят? Вот я тут должен тебе прислать такой вопрос. Сейчас шел как-то к нам на встречу, увидел огромный плакат. Батл. Да, с русским языком дела обстоят плохо. Это батл? Потому что, вы знаете, я согласен со многими учеными, что язык, это даже не средство коммуникации, это все-таки инструмент для мышления человеческого. А мышление человеческое, оно дает человеку такой бесценный дар, как сознание. А еще более бесценный дар, как самосознание. Это когда ты уже не пряма, а личность. Вот, к сожалению, оскудение языка, непонимание даже того, что мы говорим изначально, потому что азбука не та, учат алфавит вместо азбуки. В общем, из человека делают потребителя, но никак не хомо сапиенс. Ну, а может быть, не нужно, чтобы человек много знал? Так же проще им как-то руководить и навязывать, причем даже не политически, а рекламу. Тогда нарушается заповедь задачи создателя. А какая задача у создателя? Вот это, кстати, интересный вопрос. — Ну, я могу ответить с позиции своей неграмотности и примитивизма. Дело в том, что частота, грубо говоря, работы нейронов, мозга человека, нейронной сетки, и период обращения кванта, вернее, когда квант становится отрицательным и положительным, вот эта вот частота, она идентична. И очень большой вопрос, что формирует сознание и реальность, или реальность сознания, потому что современные физики уже не совсем понимают. — Ну, они даже душу измерили. — Для этого и когнитивная наука создана. Вот. И Вселенная большая, и везде нужны миры, а для этого нужно человеческое сознание, чтобы этот мир был. — Кстати, по поводу Вселенского сознания. В этом году нас пугали очень часто, в 17-м я имею в виду, еще никак не привыкнем, 18-й, это вечный переход, 17-й, 18-й. Да-да-да. — Да еще документы подписывать в 18-м будем. В этом году очень часто говорили, что вот летит какой-то объект, все, планета Земля, конец света. — Он пролетит в 2026 году, и то не факт, что он пролетит, потому что там погрешности большие у математиков. — Но ты веришь в то, что когда-нибудь может все, грубо говоря, медным тазом накрыться? — А оно не от внешних причин накроется. — От внутренних. — От внутренних, потому что исчезнет человеческое сознание. — Как исчезнет? — Вот это очень просто. — К этому все идет. — Как интересно. Такое ощущение, что у нас... — Ну, мы будем опять... — Профессор. — Что-то типа приматов. — Так, может быть, это и хорошо? — А с другой стороны, да. — Нейчурал, натуральная пища, огонь. — Скрепа, скрепа опять. — Скрепа прямо автоматически срабатывает. С ума можно сойти. А все-таки вот тут люди же на Марс собирались лететь. В этом семнадцатом году даже пытались формировать команду, но... — Я думаю, что вот этот план Рогозина должен сработать. Это не Олимпиады, потому что Олимпиады — это копейки. А вот на Марс экспедиции тут вообще никто не просчитает, какой они деньги уйдут. — Причем они же не вернутся в прямом смысле этого слова. — Они с орбиты начнут исчезать. — Ну, кой пора Олимпиаду ты коснулся, вот как тебе весь этот замечательный скандал, тем более Олимпиады скоро будет. Я уж не знаю, доживут ли все, дойдут ли до нее хоть какие-то наши спортсмены с новой аббревиатурой теперь, олимпиец, олимпийский атлет из России. Как ты все это оцениваешь вообще, ситуацию? — Ну, она глупая и абсурдная вообще сама по себе, потому что, понимаешь, в мире не осталось нормальных каких-то событий, которые вот есть по-настоящему событиям. Мы в основном какие-то фейки. И непонятно, они больше информационные фейки или уже по событиям по самим фейкам. Потому что у нас, понимаешь, у нас экономика фейковая, у нас фейковые войны, у нас все какое-то такое. Типа, знаешь, эрзац чего-то. Квази, я бы сказал. Вот сейчас такая квази-олимпиада будет. Ну, я не знаю, вот мне только есть что непонятно, почему у нас ни один моченосец не наказан. Потому что даже с присавки к дремучим все-таки какие-то внутренние разбирательства бы были. — То есть, вроде бы как, и мы немножко виноваты, думают наверху, но не будем тогда их сильно наказывать. То есть, как бы рука-рука немножко. — Да, да. Да и потом все эти международные ассоциации, они призваны только к одному, как бы бабло бы заработать. — Так дело в том, что... — Другое дело, что мы подставили всех. — Вот. — Это да, потому что допингами-то пользуются все современные спортсмены. — Все абсолютно. — Это понятно. Просто у китайцев фарма лучше, у американцев. Фарма лучше. Или там, как вот норвежцы, они все астматики, поэтому им... — Разрешено. — Как астматик сразу большой спорт. — Естественно. — Дорога большой спорт. — Ну, потому что там дают специальный эти клён, клён-бутерол, а он сразу повышает гормональные выбросы и так далее и тому подобное. — Кстати, вот по поводу спорта твоего, ну, сквозь... — А наши эти мельдонимцы... Ну, мельдония — это несерьезно вообще. На самом деле, даже не допинг. — А ты пробовал мельдонию? — Да, конечно. — Ну, и чего он дает? — Да ничего он не дает, господи. Он дает чуть-чуть больше выносливости сердечной мышцы и всё. — А артисту же иногда это нужно? — Естественно. — Когда круглосуточная работа. — Вот, но как допинг, это... Ну, это нам, конечно... Обидно то, что, понимаешь, то, что они его признали, во-первых, допингом, потому что когда узнали, что наши на нём сидят... — Вот, да, и сразу всех, сразу, сразу всех... — Говорят, мельдония — это баловство. — Вообще, да, абсолютно. Это никакой не допинг такому. Не стероиды никакие, не анаболики, ничего такого. — Ну, нашли фишку, на которую всех можно повязать. — Ну, да. Если вы затеяли такую фигню, понимаешь, что вы как бы решили бодаться своим величием, державностью и все прочее, ну, значит, будьте готовы, если вас поймали, то есть если они признали этот допингом, всё, прекратите принимать препарат или давайте препарат, выводящий все эти дела. — Ну, да. — Так нет, понимаешь, продолжается-то совок, оперативно никто не работает. — Ну, типа, пока дойдёт и всё. — Ну, конечно, да. — Находится один товарищ, который помогает. — Естественно. — А скажи, может быть, надо было бойкотировать, как ты считаешь? Как надо было себя вести в этой ситуации? — А ты понимаешь, бойкотировать тоже нельзя, потому что мы и так в положении оправдывающихся. — А тут ещё вроде бы сами себе отморозим. — Да, из-за всего, что происходит. — Да, тут ещё хуже будет ситуация. Наоборот, надо искать какие-то консенсусы. — А какой зимний вид спорта тебе интересен? Зачем ты будешь наблюдать или за кем? — Мне только один интересен, когда вот они на бобслиях ездят. — А хоккей? — Ну, хоккей тоже. — Ну, хотя он будет там какой-то странный, непонятно до конца. — Ну, хоккей лучше смотреть такие, чемпионат мира. — Чем занимается Сергей Трофимов с точки зрения спорта? Качалки какие-нибудь, может быть, как ты занимаешься спортом? Что любишь? — Ну, то, что люблю сейчас уже не очень часто получается, потому что суставы болят. Вообще рукопашку-то как бы такую. — С парень партнёра есть специальная? — Ну да, да. — А какая рукопашка просто как рукопашка или какая-то специальная рукопашка? — Сейчас много всяких рукопашек. — Да не, ну там как бы всего потихоньку. — Говорит он и так рукой делает. — Кулац-кулац. — Сейчас покажу. — Что на что учился? Сейчас уже меньше, сейчас больше всё-таки железо и всякие такие кардиотренировки. Ну, это здорово поддерживает. — Хорошо. — Не более чем. — Не более чем. Идём дальше. Давай поговорим немножечко о темах экономических, если ты не против. Вот в этом году всё время ставку снижал Центробанк ключевую, ключевую и так далее. Ну, там кредиты стали меньше процента, ипотека чуть-чуть меньше стала процента. Ты веришь вообще в кредитную систему? И ты когда-нибудь брал кредит? — Нет, я вообще где-то лет с 20 уже знаю, что с государством вообще ни во что играть. — А что, попадал куда-то? — Нет, в принципе, понимаешь. Вот, что это по-любому, как игра в казино или напёрстки, ты будешь всегда в продаже. Потому что у них система, хоть они сами не осознают какая-то система, но у них система, а ты вне системы. Вот. И я бы сказал так, что помимо твоих показателей, которые ты озвучил, к сожалению, сократилось государственное инвестирование в промышленное производство, причём сократилось весомо на 8%. Инвестируют, хотя Владимир Владимирович говорил, что в прошлый раз, и я ему поверил, потому что был доверенным лицом, что будет энергозависимость потихоньку соскакивать, но всё-таки вложения опять пошли в нефтедобывающие, в эти добывающие, в газодобывающие. А вот в реальную промышленность мы не вкладываем. А у нас и так отставание технологическое. Мы даже не в шестом укладе, а, по-моему, и не в пятом ещё. А при этом мозгов-то хороших у нас много. И вот мне очень жалко, что не финансируется прикладная наука и фундаментальная наука, потому что это будущее. А мы, к сожалению, живём в прошлом, былыми победами и всем прочим. В будущее никто не смотрит никто, и нет ни одной внятной программы насчёт будущего в принципе. А будущее — это инвестиции, в первую очередь, из сегодняшнего дня. Вот если их инвестировать в образование, науку, то будущее есть. Да и то, наверное, нужно это с умом делать. А если в праздновании прошлых праздников, то будущего нет. Понятно. Но тогда такой вопрос. Валюта, деньги и появление биткоина и население, у которого рубли есть. Нет ли такого ощущения, что появление биткоина как-то вообще изменит денежную составляющую нашей жизни? Биткоин — это пробный шар. Ну, то есть деньги как-то поменяются, и мы по-другому вообще будем существовать, и, может быть, это тоже по нам ударит как-то. Может быть, да. Дело в том, что у нас просто, в отличие от других... Скажи, у тебя есть биткоин хоть один? Нет. Не успел еще? А мне вообще не интересно. Ну, просто ради интереса. Понимаешь, в чем дело. У нас есть один большой минус, в отличие от других стран. Там нет такого разделения между провинцией, столицей, как бы крупными городами, мелкими городами. У нас, понимаешь, если взять Москву, там, Екатеринбург и какой-нибудь город там за Уралом, да какой-то за Уралом, вот 150 конец от Москвы, но уж слишком разная техническая структура и технологическое обеспечение и так далее и тому подобное. У нас здесь не получается пока сделать единый комплекс. У нас страна поделена на две части большие. Это страна крупных городов и страна провинции. Это две разных совершенно России. Ну, и даже Москва иногда, и Москвой попахивает по провинции иногда тоже бывает такое. Ну, да, да. А скажи, что тебе понравилось с точки зрения вот таких серьезных, ну, что-то же должно быть хорошее, может быть, в экономике, может быть, каких-то промышленных, может, ты же бываешь в городах, ты видишь, как страна живет. Что-то тебе понравилось в стране, по большому счету? Ну, мне нравится то, что есть энтузиаст в свое дело. Я вот, например, знаком с директором Иркутского самолетного завода, который сумел сохранить производство. Больше того, он еще его и развил, и приступил к созданию Су-35. И когда к нему приехала наша правительственная делегация, они так удивились, что завод работает. А он создал ПТУ, возродил вот эти все технические училища. Поднялся. Сам себе выращивает. Вот этот человек вкладывает в будущее. То есть смена придет уже? Ну, всего налогов, налогов, денег дерут столько, что, в принципе, мне их ужалко, по большому счету. Есть люди-энтузиасты, которые совершенно по-новому осваивают, скажем, золотой прииск на Амиконе. Там вообще придавые технологии, которых даже американцев нет, как они золото добывают. Но тоже, к сожалению, бюрократических припомных. Я бы в нашей стране вот убрал нахрен, как классно вообще, чиновников разных уровней и вообще начальников. Так, а кто ж тогда останется? Потому что... Кто будет зарабатывать деньги в этой стране? А те, кто трудится. Ну, это так трудно. За это кто-то должен в карман подносить свою. У нас же сказочная программа, новогодняя. Ну, да. Ну, хорошо, тогда давай... О, это вариант. Мы сейчас возьмем Трофимова, выдвинем к кандидатам. Мы можем от инициативы... Давай. Скажи, пожалуйста... Спасибо, я честный правед. Ты что, брат? Хорошо, хорошо, хорошо. Не-не-не. Ну, можем, ты же откажешься. А вдруг согласишься. Не, я же авторитет, мне нельзя. Ну, начинаются вот эти вот рассказы. Скажи, пожалуйста, как убрать чиновников? Тогда как ты видишь эту схему? Как она должна правильно работать, на твой взгляд? Ну, правильно работать государство, как раньше, не может. Потому что государство, как таковое, в принципе, в своей основной функции, оно перестало существовать. Оно не может охранить население, потому что есть международный терроризм. И это слова не мои, это слова с Конгресса, спецназов разных и спецслужб, которые проходили во Франции. У вас там тоже есть знакомые. Да, в этом плане, как бы, функции государства, они уже не канают. Вообще, государство, как таковое, оно уже во многом не канает. Какая должна быть такая схема? Понимаете, я служу по династии Мынь, ведь ничего в этом мире уже нет. У них, когда в Китае количество чиновников было равно количеству крестьян, государство пало, хотя империя была не, примерно, нашим, имам Дорогачево. И вообще такое количество всех этих силовиков, ведь у нас сейчас людей в погонах, у нас, по-моему, спецназ даже в лесничестве уже есть. Не знаю, они же все ничего не производят. У нас те, кто производит добавленную стоимость, то есть это средний бизнес, какие-то промышленные предприятия частного порядка и люди, которые занимаются индивидуальным трудом, на них ложится вся основная нагрузка на обслуживание всего этого чиновничьего аппарата. Ладно, хрен с ним, как гражданин, как патриот, как человек, я готов кормить, так сказать, своим трудом и своими налогами пенсионеров, инвалидов, детишек. Хрен с ним, пусть из моих налогов даже финансируют фундаментальную науку, я только за. Но это же не происходит. Ведь все мои деньги, которые я отдаю, они уходят на весь этот чиновничий аппарат этих начальников, которые ничего не делают, они только употребляют, разворовывают и так далее. Но не может ни одна страна так нормально функционировать, даже такая богатая, как Россия. Ну хорошо. И у меня две мысли. То ли нашу страну ведут к сознательному разрушению, как остатков империи, то ли люди просто не понимают, как выйти из этого заколдованного круга. Ну хорошо. Возвращаемся еще к городам, вот в которых ты был. Как вообще оценивают... Ну мы когда живем в большом городе, да, как-то воспринимается одно. Вот эти все инновации, слова вот эти новые, которыми вы тоже сегодня бросаетесь в эфире так легко. Я нифига ничего не вижу. Да, я шучу. А как живет простой человек? Концерты, которые приходят, которые платят деньги, трудно. Что говорят? Ну во-первых, заработки реальные по России, конечно, это никакие не то, что рисуют. А меньше, порой меньше 20 тысяч. Трудные люди живут. И вообще, мне иногда прям отрыв берет, когда приезжаешь в какие-то города. Последнее, все чаще и чаще. И приходят люди за помощью, и какие-то детские дома за помощью приходят. И туберкулезный диспансер, врачи, которым зарплату платят. Чтобы не соврать, 7 тысяч рублей они получают. Вот. И все это больше и больше. И как-то уже даже как-то стыдно. С кассовыми концертами подъезжай, думаешь, боже мой. То есть уже скоро будешь благотворительными концертами. Как-то я не знаю даже, да. А вообще концертов много? Как сейчас гастрольная жизнь? Ну у меня меньше значительно, чем раньше было, конечно. Просто у людей недели, чтобы сходить на концерты? Или почему? Ну может быть и так. И потом я давно шлягеров не выставлял на радио. Таких вот, на которые ходят. Ну да, ты же сказал-то, пишу, что хочу. Ну да, да, да. Ну это может быть моя вина. Надо переступить через себя и что-то такое. Да, шлягер 2018. Хорошо. Давайте немножко о чем-нибудь поговорим более веселым. Потому что как-то грустно. Давайте. Приумыли. О Трампе поговорим. Я, кстати, один из немногих в нашей стране деятелей шоу-бизнеса, кто с Трампом не бухал. Причем, да, и даже не здоровался. Да, да. Скажи, пожалуйста, какое отношение у тебя к президенту Трампу и вообще к американской вот сегодняшней составляющей нашей жизни? Потому что хочешь-не хочешь, а она у нас как-то... Каждое раннее утро к нам приходит от них какая-то информация. Он потрясающий дядька совершенно. Мне его ужасно жалко. Да. Потому что на все его инициативы... То есть он как, знаешь, прыгнув в высоту, привязать к яйцам гирю в 32 килограмма. И сказать, ну давай. Ну давай. А мы посмотрим. Ясно. Ну ты вообще считаешь, что он действительно... Тут же в чем проблема? Одни говорят, что он какой-то вообще смешной, глупый и так далее. А некоторые считают, что... А другие говорят, что он подозрительный тип. Да, подозрительный тип, что он вообще кем-то поставлен, опять же. Слушайте, ну понимаете, вы как-то... Вы воспринимаете всех этих политических деятелей как неких людей, которые способны на... Чудо. Они не актеры. Они всего актеры. Режиссер, совсем другие люди. А кто? Ты ведешь к какому-то международному заговору, что ли? Причем заговору-то обязательно. Ну или центру. Мир давным-давно глобален. Существуют финансовые корпорации... Которые все вопросы решают. Которые все вопросы решают, да, в той или иной степени. А вступить в эту корпорацию никак нельзя? Брат, там или кровь должна быть от Вильгельма Завоевателя или еще кого-нибудь. А, в этом смысле? Я думал, пустить кому-то? Да, нет, нет, в этом плане. А вот, кстати, этого самого, кофе Анна, сына, его же так же и не осудили. Хотя попался, мама дорогая, на каких-то деньгах. Они все могли осудить, потому что он из семейства Воленбергов. Водка, водка, водка. Ну хорошо, поговорим тогда еще об одном американском президенте. В 2017 году раскрыли данные о Кеннеди. Вот, вот эта история с приедемом Кеннеди тебе интересна? Интересно. Интересно, мне его ужасно жалко. Вообще всех их жалко, этих Кеннеди. Хорошая же семья такая. Не судьба у них, что-то вообще совсем никак. Не ладится все. Да, вот. А он такой веселый был, рок-конрольный чувак, в общем. Жалко, жалко. И главное, что он пытался вот как раз с этих самых финансовых корпораций соскочить. Ну и ничего не вышло. Ладно, возвращаемся в культурную составляющую. Евровидение в этом году вроде бы уже должно все состояться. Все должны поехать. Тут же понятно, что музыканты... А при чем-то ты говоришь культурные события Евровидения? Ну, около культурные, можно так сказать. Это оксюморон. Ну хорошо. А вдруг, ну, когда-нибудь выступить придется? Ну почему, да брось-то уже. А бы выступил, можно закрывать все это. А, то есть сразу можно было закрывать? Конечно. Скажи, а можно сегодня в какой-то стране новый музыкальный конкурс? Вот ты сказал, что я Шлягеров сейчас вроде как не пишу, да. Какой-то, ну, есть голос, да, где вроде бы поют люди, у которых есть голос. Но песни-то все в основном идут со старым так шлейфом, в хорошем смысле этого слова. Какой можно придумать сегодня музыкальный конкурс, который реально бы мог открыть какие-то новые имена музыкальные? Мне кажется, что здесь есть нехватка. Может быть, я не прав? Да, по-моему, и так очень много талантливых людей мелькает. И в шоу голос. Так там тебе дело, что мелькают, а потом они куда-то исчезают. Так а у нас эта структура не развита. Вот именно продюсерство и промоутерство. То есть у нас нет продвижения потом? Нет, это должны вкладываться рекорд лейблы, которые будут выпускать продукцию, будут знать точно, что они за него получат деньги. Включая деньги не только с носителей, а еще и с интернет денег. Для этого нужно подписать несколько бумажек, которые мы должны подписать по охране артистского права, конвенцию международного. Вот если это все подписать и поставить на промышленный уровень, скажем, доход от шоу-бизнеса в Швеции, в той же, да, для государства пресловутого, это 28% бюджета. Это вкладывают государственные рекорд лейблы компании, делают государственный продукт с артистами, и артисты получают хорошие бюджеты на рынке, и государственные деньги получают. У нас такого... Ясно. Теперь вот такой вопрос. Очень хочу тебе его адресовать, потому что ты человек публичный, как бы ты не хотел... Хотя, если бы вложились бы, могли бы порвать себя как грелку просто. Вот, вот это же надо с этого... Ты что, да? Скажи, пожалуйста, вот сегодня телевидение, которое, ну, на мой взгляд, настолько пытается... Мы еще есть, мы еще есть, пустите к нам, нас к себе домой. Вот передачи всевозможные, которые сегодня идут, и очень многие звезды твоей коллеги приходят... Подожди, не торопись, сейчас послушай. Приходят на эти передачи и почему-то пытаются... Все ДНК везде ищут. Уже у всех, по-моему, скоро возьмут ДНК. А, дети этого... Нет, джигурды этого. Спартак, Спартак, Мишу, Спартака, Мишу. Кого угодно, дети. Как он успел еще сыграть что-то в театре вообще? Да, причем спустя очень много лет, после его ухода еще, кстати. Вот, я тут был как-то на одной программе, спустя, пригласили. Ну, слава богу, еще не за моими детьми, а не за моими, нет. Пришла женщина, сказала, что, вы знаете, я дочь Брежнева. Ну, а просто на голубом глазу. А что, он не человек, что ли? Скажи, пожалуйста, вот зачем это все сейчас в телевизоре? Я понимаю, что тебе некогда, наверное, смотреть, но такое ощущение, что... Это очень многие коллеги, которые даже с именем приходят и рассказывают о себе, что это невероятно. Ну, коллеги-то тут ни при чем. Коллеги говорят то, что редакторы говорят. А сама вся эта система сделана... Ты как-нибудь фокусы видел? Да. Я даже кое-какие умею делать. Почему фокусы получаются? Потому что ты внимание отвлекаешь. А, то есть как бы... Ну, да, я же тебе говорю, политика и шоу-бизнес это одно и то же. Хорошо. Тогда о политике. Сто лет революции было в 2017 году. Как ты относишься к этому нашему революционному прошлому? Мы же все на нем выросли. Ты даже где-то немножечко, если так присмотреться, смахиваешь на одного... Да, неоднозначно, кстати, отношусь. С одной стороны, конечно, это была трагедия для великого числа русских людей, которые сгинули. А с другой стороны, все-таки это была попытка поменять что-то в существующем порядке вещей в историческом процессе. И очень жалко, что мы по старой русской традиции профукали и то, и другое. И другое. Ты так легко разговариваешь, Трофим. Вот, но ты же был октябренком пианером? Конечно, конечно. Какие-то должности занимал? Я был, да. Как это я был-то? Ну-ка, давай вспоминай, сейчас мы узнаем все под ногами. Во-первых, в пианерском лагере я играл на барабане, когда флаг поднимали. Барабанщик, значит. Барабанщик. Да-да-да. Да-да-да. Да-да-да-да. Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Ага. Потом, а как у него должность, там какая-то дружина, пионерская дружина, в комсомоле кем-то был, нет? Не-а. То есть уже все? Там я уже увлекался ACDC. Это было несомнестимо. Приходил, снимал значок, пошла. Кстати, а побывал на каком-нибудь концерте у тех, кого любил в своей жизни? Да, вот в этом году побывал. Ну, кто был? У Гонзов. Ну, и чего? У Италии. Ну, конечно, смешно, потому что уже все такие солидные дядечки. А кажется, что ничего же не изменилось. Но драйв остался. Это им кажется, что они такие же, понимаешь? Со стороны, конечно, не так. Но слэш красавчик. Вот потрясающий гитарист. Вот сколько концертов не смотрел его, сейчас живьем был. Ну, все нотки, которые у него в альбоме, он все выигрывает. То есть это педант в гитарной музыке вообще. То есть немножко даже так подтанцевали? Красавчик, да, красавчик. Главное, что я сын первый раз на такой концерт сводил. Он ужасно боял. А он рокер, он всех их снимает. Там всего сейчас до зима. Ну, это нормально. В наше время в ресторане советском говорилось, делаем фюрму. Да, да, да. Понятно. Вот. Не, ну, ему понравилось. Единственное, что мне понравилась публика. Я говорю, сынок, я говорю, ты... А что там не так с публикой? Я говорю, ты рассчитывал, что будут все во фраках? Я говорю, да, люди с пивом, с сигаретами. А, ну, как положено. Да. Я говорю, а ты думаешь, твоя аудитория будет другая? Академические бабушки... Слушайте «Слепнот». У тебя большая вообще фонотека дома? Ой, очень большая. От кого, ну, вот разброс твоих музыкальных вкусов, от кого до кого? Слушай, ну, у меня вкус, это... У меня... От классики, там, и каких-нибудь бадырновых джазов до последних всяких там панк-экспериментов и бабсы. Потому что, ну, не по профессии, но уже слушать музыку много. Знать, что в трендах, кто что, как работает. Хотя вот все вот эти вот молодежные хиты, которые там сейчас звучат в Европе, это делает бригада два шведа, или по 60-м. Вот. И один румын, который тексты пишет. Тому вообще за 70. И на всех хватает, что ли? Ну, они все поют. Так что старые циники, они все-таки держат планку. Скажи, а вот ты кому-то пишешь песни, подаришь свои песни, или сейчас только в свой огород камни летят? Был же такой перед... Нет, пишу, пишу. Да? Пишу, да. Вот сейчас одну женщину я написал, она оперной певица, захотела спеть что-нибудь по Попсове. Ну... Мне с мамой стало интересно. По Попсове? То есть она прямо обратилась к тебе, что хочу спеть вашу песню и все? Нет, напишите. Я написал в латиносе таком. Да. А может быть, это действительно такой еще этап развития? Может быть, с нашей программой мы тебя подтолкнем? А мне интересно просто. Вот разные, да. Да, интересно в разных жанрах, с разными голосами еще работать. Интересно. А меня попросил вот этот вот Фотий, одну песню. Потом, значит, хор какого-то там монастыря ждет от меня литургию. Вот. В знаменном распиле. И молчит голову. И молчит. Да. Вот с этого-то и надо было начинать. А еще я пишу музыку кино сейчас. Вот мне надо до конца января уже сдать ее. Нельзя назвать кино. Широкоформатка или сериал? Широкоформатка. Нельзя назвать кино? Нельзя. Ну, хорошее, интересно. Интересно. Актеры хорошие. Да. Я посмотрел, мне понравилось. А вот как, кстати, вот это очень интересный вопрос. Потому что в последнее время бывают такие фильмы, пардон, не к этому, которые снимаются. Я же сам немножко снимаю. А то мало ли услышать не возьмут никуда. Ну, бывает так, что музыка иногда даже сильнее, чем, ну, из фильма запоминается больше, чем сам фильм. Так должно быть. Ну, это для музыканта. Извини меня, Крестный отец. Что ты там будешь запоминать, если бы не Крестный отец? Да нет. Даже Сафия Михайловна на украинском языке перепела эту песню из Крестного отца. Есть такая знаменитая. На украинском? На украинском, да. Я бы лучше послушал на калмыцком. Он, наверное, есть. Если постараться. Скажи, пожалуйста, вот к тебе приходит сценарий, ты его читаешь, как к тебе музыка пишется? Нет, уже весь фильм сделан. А, ты его потом осматриваешь? Да, и я по синхрону должен писать, вот, там, героиня обнимает героя. 20 секунд. 20 секунд. В эти 20 секунд я должен ждать такую тему, чтобы все старушки в зале кончились. Расплакались и махали платочками. Да, да. О, кстати, еще одна песня вот у меня стоит. Диспозита слышал? Расскажи нам про этот хит. Диспозита? Да. А это как раз, по-моему, вот эти вот. Ребята, наши старые друзья. Так мы будем ждать новые вещи. Замечательно. Еще немножко о культуре или около культуры. Сейчас все говорили о деле седьмой студии, о Кирилле Серебреннике, вообще о театральных деятелях. Это близко к людям, которые работают в шоу-бизнесе. Что там происходит и как ты это оцениваешь? Как Сергей Трофимов оценивает эти театральные скандалы? Слушай, ну, это как в 90-х, если коммерсу дали деньги, братва, на развитие, а он их развил не туда, то братва вправе потребовать обратно. Вот. Поэтому не надо у государства брать деньги. Вот как удобно, когда все, да? Нет часового эфира, знаешь, эти сказали. Система. В одном предложении. Скажи, ну, кино-то ты, наверное, смотрел, Матиль? Нет. Почему? Такой плохой фильм, что его обязательно надо посмотреть. А мне вообще эта тема неинтересна. А вообще, какое кино смотрел? Какое понравилось? Может быть, сериалы какие-то? Ой, мне очень понравился сериал «Берлин-Вавилон». То? Чем? Да клево там. И актер клевый, и атмосфера этот клевый передан на вот этих вот годов. Ну, вообще-то он здорово сделан. А ты вообще как смотришь? Ты человек же с ночной, я так понимаю? А мне жена, Настя, она у меня следит за всем. Списочек. Да. И она говорит, слушай, тут вот есть такой фильм, и мы с ним сидим, смотрим этот фильм. Или вот сериал мне понравился, а на фильмах многих я засыпаю. Хотя они ужасно сделаны грамотно и философские, но меня вот врубает. Да? Ну, так может быть, это как раз даже и хорошо. Особенно, когда долгий монолог героя, там, знаешь, я чувствую, что не дойдем из них. Теперь скажи, пожалуйста, вот сейчас вопрос как к специалисту, не в смысле там фамилии, имен, званий и так далее. Вот как, что такое эффект Бузовой сегодня? Не просто конкретно Бузовой, а что это за эффект человека, который неожиданно вдруг появляется, и стоимость, то есть с лета до Нового года, во-первых, человек начинает вести корпоративы, деньги, которые не срабатывает никто. Как вот за полгода можно стать Бузовой? Слушай, ну, тут рецепт прост, как бы, тут чем проще, тем лучше. В конце концов, больше всего просмотров на Ютьюбе, пока у мужика, который себе в задницу огурец засовывал с грядки, это того же разряда, потому что, ну, просто человек молодец. Правильную грядку найти и правильную огурец. Она все правильно делает, потому что, ну, это называется развести лоха на жижи. Ну, это получается, что люди, которые, что, так много, извините за грубое слово, лохов, которые это употребляют? Я же тебе говорил, проблемы с человеческим сознанием. А, слушай, может быть, тогда умным надо больше платить? Зачем? Умные скоро будут элиты человеческие. Конечно, они вымрут уже. У них будет своя жизнь. Хорошо. Отличная от мегаполисов. Кроме работы, кроме своих исследований, о которых ты сегодня нам рассказывал, как ты отдыхаешь? Что ты любишь? Что ты употребляешь? Вот, расскажи немножко о этой составляющей. Я люблю больше всего на свете. Приходить вот в разных городах. Мы путешествуем с Настюхой в разных странах. Приходить на рынок сельскохозяйственный. Ну-ка. Потому что ничто так не показывает народ. Потому что, ну, есть в разных странах витрины, специально сделанные. Вот мы такие. А рынок... Это... Отпечаток. Это и есть страна, понимаешь? Потому что люди, которые торгуют своими фермерскими продуктами, старыми вещами, там и все. Это своя атмосфера, и там клево. Потому что там они настоящие люди. Они в своей естественной среде, они торгуются. А торговаться любите? Конечно, конечно. Это же целая наука. Конечно. Потому что если ты, скажем, там, у кого-то, не знаю, в Италии или во Франции купил, не торгуюсь, ты просто не уважил человека. Это же надо зайти издалека, долго уходить, возвращаться. Конечно. Становиться друзьями. А ну-ка еще пока. Приходите вон. Конечно, конечно. Ну и что самое интересное приобрел, может быть, на рынке? Иногда даже то, что и не хотел, но вот пошел на принцип. Было такое, что было? Чего? Купил часы, они, правда, не ходили, но уж больно здорово сделаны. И они из... Курфюрс-то забыл, как его звать, господи. В смысле, вот такие? Да, да, да. Настольные часы? Каминные. Каминные. Каминные часы. Ух ты. Мы долго торговались, потому что он говорит, там сломалось все, говорит, должны быть, тут конь должен, рыцарь на коне проскакивать, но он как бы не... Он там есть, говорит, но он не проскакивает. Мы долго разбирали, я смотрел рыцаря, настоящее или ненастоящее, да, вот что-то там, целое шоу было, полрынка смотрел на нас, на наши приговоры. Вот, он просил одну цену, потом, в конце концов, я сказал, что это неуважение ко мне, я говорю, почему ты меня не уважаешь? Я говорю, я такой же бородатый, как и ты. Я говорю, мы вместе прожили одну жизнь, зачем ты мне деньги предлагаешь? Чего же без рыцаря на коне. И он такой, он говорит, он так обескуражен был, говорит, да я что? Я говорю, а зачем ты на это говоришь? Я говорю, я хотел с тобой остаться друзьями, чтобы мы помнили другую всю оставшуюся жизнь. Очень долго мы разговаривали, там, площадь торжала, то плакала над нами. То есть это было шоу? Минут сорок, да, это происходило, все, в конце концов, я, значит, ну, где-то за полцены я у него взял, вот, и потом за эти же полцены нашел мастера, который мне их починил, они... Починили? Да, теперь эта хрень... Входит, да? Рыцарь на своих полетает. Вау, как здорово. А какой год-то, непонятно, как ты вообще... Ой, это 1758-го, что ли? Это круто. Это ж в каком городе ты обнаружил такую фишку-то? Это в Ореццо. В Италии. А у нас чего-нибудь есть? У нас, да, у нас тоже. Какой-нибудь? Да. У нас, во-первых, это тульский самовар настоящий с медиками, который был прохуден, но я его... Золотать. Не прохуден, да, мне его в латуне тупо золотали. Да, и второе, это, значит, моя слабость тоже, это чайник такой заварочный, тоже старинный-старинный. Он на такой штуке такой сделан, туда наливается, значит, масло, и там такой рядочек, и этот рядочек регулируется, и он как лампадка работает, только этот чайник. А с самоподогревом получается? Чайник подогревает, да. А он сам какой? Он стеклянный? Нет, этот металлический чайник тоже, да, такой пузатый, как самовар. Вот именно. Класс. Да, и вот когда вот чаек в этом самоваре... Ох, красота. Ну, Коль, мы поговорили на эту тему, то давай о праздничном столе, все-таки Новый год, как принято праздновать Новый год. В семье Сергея Трофимова. Мы уезжаем в деревню, к себе, в домик. Очень надеемся, что будет снег, потому что у нас такая традиция, с 12-м ударом бубух, потому что мы наедаемся до этого. Ну, продолжая старый год. Да, это невозможно уже. Вот, и мы на снегоходы и едем на Святое озеро пускать петарды. И все. Это такая традиция. Да, да, да. А вас Новый год принято встречать с большим количеством народу или это семейный проект? Нет, семейный, ну, значит, зачем? Просто тихо. Большое количество народу это такие, в день конституции. Понятно. Хорошо. Окей, ну что, пришло время нам прощаться. Очень, на мой взгляд, получился интересный разговор, потому что это даже, может быть, не итоги года, а главные что ли тренды, слава богу, не бренды, а тренды, да, мы попытались, мне кажется, это очень серьезный был разговор. Так вот, если... То, что ты так вот русскими словами не особо сыплешь. Да, не сыплю, а что делать? Нет у меня ощущения, что я с Федором Михайловичем общаюсь. Ну, может быть, это и круче, да, а то так часа на два бы мы с тобой засели. Самое финальное, что хотелось бы тебя попросить, скажи, пожалуйста, вот все поздравления нашим слушателям, которые встречают всегда любой, мне кажется, Новый год, встречают с надеждой на то, что он будет лучше. Иногда забывая, что, может быть, в 2017 году или в году ушедшем тоже было что-то хорошее. Вот отталкиваясь от чего-то хорошего в ушедшем году, поздравь всех с наступившим годом. Дорогие радиослушатели, я от всей, вот поверьте, искренне, искренне, от всей души желаю вам счастья, потому что счастье — это, наверное, то самое чувство, которое требует нашего рассудка и разума. Надо научиться жить тем мгновением, которое проходит сейчас. Вот именно тогда приходят ощущения счастья. Не строить планы на какое-то далекое будущее, не поминать прошлое. Вот это, которое настоящее есть, это и есть самое великое чудо на земле, то, что оно принадлежит вам. И когда вы это осознаете, вы точно совершенно будете счастливы. А уж тем более, когда все это происходит на новогодние праздники, это настоящее, я желаю вам прожить так, чтобы оно вас зарядило энергией, здоровьем, позитивом на всю оставшуюся жизнь. О, как! Хорошо сказано! Это был Сергей Трофимов, который поздравлял вас всех с Новым годом. Мы подвели немножко итоги года и поговорили о самом разном. Спасибо большое, Сергей. Дарья Яганова, Николай Пивненко. Утреннее шоу «Время не ждет». До встречи, друзья! И очень коротко, сейчас просто для новостей, если можешь коротко ответить. Три главных события в России и в мире. От меня? Да, от тебя. Как ты считаешь? Сколько вспомнишь? В России это завершение строительства, в первую очередь, Крымского моста. Молодцы! То, что сумели. В России это то, что я увидел на выставке транспорта. То, что беспилотные модели наших автомобилей ребята в опытных бюро конструкторских стали выпускать. И они по качеству и по своим возможностям потенциальным превосходят все, что есть в мире. Этому просто надо дать старт. И мне очень радостно, что в нашей стране вроде как подписаны документы и будут все-таки возрождать наше отечественное самолетостроение. Потому что это отрасль, которая дает много рабочих мест, и наш самолет ничем не хуже, чем западный. Это уж совершенно точно. А в мире, в мире это, конечно, ну, в первую очередь, то, что мы не столкнулись с небесной осью в очередной раз. Вот. В мире это то, что обнаружили вот эту вот пещеру так называемую осилису. Непонятно, почему она так долго от нас скрывала. Мне вообще кажется, что чем дальше мы будем подвигаться в своем сознании, тем больше нам будет что-то все время подбрасываться такого, чтобы мы утвердились в правильности пути. Вот. И еще в мире что? То, что вот какой-то итальянский нейрохирург заявил, что он сможет пересадить голову. И говорят, с мертвого на мертвого пересадил. Но, к сожалению, поскольку оба пациента были мертвы, мнение их узнать не представляется возможно. Так, ожидания 2018 года какие у тебя? Что ждешь? Ну, во-первых, что будет погода нормальная, что лето будет теплым, весна будет ранней и тоже, по возможности, не такой, как в этом году. Потому что, что, у меня ни крыжок не созрел, вообще ничего. Зачем я тогда живу, в принципе? Урожая нет. Вот. Еще ожидаю успехов от своих детишек. И очень надеюсь, что вот мои песни, которые я написал и которые я сейчас делаю, все-таки пойдут в народ и понравятся публике. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова